В Советской России Наши предки верили всей душой, искренне верили, что от колокола, услышав колокол, что-то с душой происходит, что, почему, то есть вибрации, можно это сейчас рассмотреть с физической точки зрения, что в течение нескольких секунд погибают микробы, более 100 заболеваний, в том числе и гепатита, еще чего-то, то есть связано это, исследовали физические свойства. Звуковая волна Факт, что, значит, вот звуковая волна распространяется в форме креста. Я могу сказать, у нас был случай, я звонил, а вот другой звонарь звонил, вот на этой колоколе, да, буквально вот, я не знаю, в каком-то дому, но на большом расстоянии у женщины было какое-то такое состояние, она хотела сброситься, то есть покончить жить с ним быстро. И она услышала этот звон, и она, как бы, эту мысль оставила, и более того, подарила два колокола больших, они до сих пор звучат на нашей колокольне. Это вот, когда человеку надо, он услышит это. Многие вот идут, останавливаются, слушают, некоторые танцуют даже, некоторые плащат. Душевные больные, то есть одержимые, они не могут зайти вообще там на колокольню, их не пускает сила, твой дух, скажем так. Что-то есть энергетическое, ну, приятно находиться, приятно слушать, приятно самому звонить. Притягивают колокола, особенно старинные. Ну, что можно передать словами, вот, был какой-то колокол в Турции Сергиевой Лавре, и вот, когда он звонил, я не мог разговаривать, потому что мои связки, ну, чисто на физическом уровне, они в этот тон. То есть я пытался что-то сказать, но не могу, потому что мои связки в тон с колоколом вибрировали. Вот это единственное физическое, что у меня, вот, первый раз, когда я там был, тронуло так. Оказывается, старинные колокола, они издают сверхслышанного диапазона частоты. То есть если мы слышим от 20 Гц до 20 кГц, то старинные колокола почему-то, может, они намолены. Они издают в 25, 40, 35 кГц. То есть именно вот эти вот частоты, они благотворно влияют, плохое отгоняют там. Подходишь с какой-то, ну, нужно так сказать, отрицательной энергетикой, всякой бывает в жизни. Звон обязательно это уберет, а бывают такие состояния, что вот звонишь, как бы слышишь это со стороны. То есть не сам звонишь, но настолько уже, ну, может, опыт столько, ну, как бы, долго звоню. То есть все эти вот рисунки отработаны. Бывает, не контролируешь, а как бы со стороны вот звон кажется. Такое бывает. То есть необычное состояние. Мы переехали в Москву на пасхальный фестиваль. И вот мы туда поднялись на колокольню, а потом, значит, я уже отзвонил, спустился. Дима потом звонил. И вот цитирую просто слова, которые там были сказаны. Не думали, что братья белорусы так могут звонить. То факт, что потом через год Дима в Ярославле стал обладателем гран-при, тоже говорит сам за себя. Жюри сидело в расстоянии 200 метров от колокольни, и они отмечали, кто как звонит, баллы ставили по номеру. Номер первый, допустим, 10 баллов, номер второй 8 баллов. Вот. И когда они узнали, что номер, допустим, там, второй был, да, Дима Козюка, и он, как бы, идет с абсолютным отрывом, там, чуть ли не несколько десятков баллов, да, это проданцы говорили, ну, это, наверное, где-то ошибка, посмотрите внимательно. Ну, не может белорус, чтобы заниматься, как бы, с таким отрывом звонить. Мать моя, прихожанка этого храма, всегда мечтала, чтобы шла на службу ее, сын звонил, благовестил, созывал. Ну, вот она мне несколько раз, несколько лет подряд просила, попробуй, попробуй. Попробовал. Вот. Вроде получается звонить. Ну, слава Богу, буду звонить. Бог дал дар, надо его использовать. Ну, а колокольный звон, знаете, он везде был, во всем, что называется, в каждом дыхании наших христианских предков. Ведь в основе колокольного звона лежит наш фольклор, то есть песни, танцы, церковное пение и вот именно культура наша народная. А у нас же народ, даже ментальность другая совсем. И наш народ, даже как бы по отношению к вещам, он немножко отличается от россиян, от украинцев. И поэтому и звон у нас другой звон. Если сравнивать, допустим, с русскими звонами, тем же самым ростовскими звонами, там, средние полоса или московскими звонами, у нас исторически, ну, не было таких больших колоколов, какие были в тех регионах. Маленькие колокола, они, естественно, высоко звучат. И они как раз таки будоражат душу. Поэтому от характера звона маленьких колокольчиков очень много зависит. В принципе, нету людей, равнодушных к колокольному звону. Все праздники церковные, все это сопровождалось колокольным звоном. В последний путь земной человек также провожал колокольный звон. И это в конце 19 века, в начале 20 века исследователи стали называть церковным народным искусством. Потому что это есть только у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин